Кому снежная зима действительно в радость, так это юным жителям Брещины. Есть вероятность, что количество снеговиков, появившихся сегодня, побьет все рекорды. Однако вместе с позитивом погода принесла и опасности. Под ногами то слишком скользко, то слишком мокро, то слишком холодно. Эти факторы при неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести к травмам и обморожениям. Обморожение по своей сути – это воздействие холодных температур на живые ткани, которые могут приводить к гибели этих тканей. Наиболее подвержены риску – это открытые участки тела, лицо, кисти. Усугубляет воздействие холода, ветер и повышение влажности. Первые признаки – онемение, ощущение покалывания или мурашек в месте поражения, незначительная боль. Если холодовой фактор не убран, тогда появляются другие симптомы, такие как изменение цвета кожных покровов, снижение подвижности, появление волдырей. Наиболее распространены обморожения выступающих участков тела. Там, например, на лице – это скулы, щеки, ушные раковины, нос. Также подвержены обморожениям пальцы кистей, пальцев стоп. Первая помощь – немедленно убрать пострадавшего с холода и медленно отогревать. Последнее важно делать с умом, чтобы не нанести травму. При сохранении симптомов продолжительное время посещение врача обязательно. Вторая зимняя опасность – гололедные травмы. Падают все – взрослые, подростки и дети – и ломают себе все. Однако особенно слабые места – лучезапясный сустав и голеностоп. Конечно, вероятность падения в холодный период, она значительно больше, чем в теплый период. И, к сожалению, эти травмы более серьезны, чем травмы в летний период. Конечно, при наступлении холодов, при наледенении, при гололедице обращение людей значительно увеличивается и к травматологу. И еще один важный момент зимней безопасности – налет водоемов там, где он есть, выходить не стоит. Редкие морозы не в состоянии нарастить ледяную корку нужной толщины. А потому зимней рыбалкой или просто прогулками по замерзшим рекам и озерам стоит повременить. По нашим правилам, которые утверждены Советом Министром, выход на лед разрешен, когда толщина льда достигает от 5-7 сантиметров и выше. Поэтому мы пока что не рекомендуем выходить на лед, только готовиться к зимней рыбалке. Вот мы находимся, допустим, на сегодняшний день на Гребном канале. В одном месте лед уже 5 сантиметров, а в другом месте он 2 сантиметра. Соответственно, надо как-то проверять и смотреть, убедиться в надежности этого льда, прежде чем туда пытаться выйти. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.